здравствуйте друзья я михаил веденский вас приветствую на своем канале всех своих подписчиков слушателей кто смотрит мой канал всех добрых людей все кто стремится что-то делать своими руками отходить от электроэнергии при сжигании природных ресурсов подключаться к энергии природы к чистой энергии она разные названиями эфирная радиантная статическая чем пользовались наши предки когда не было линии электропередач и розеток и жили счастливо и тепло было и светло и все города освещались эти знания к сожалению от нас закрыты но вот я и другие группа как бы исследователи энтузиастов пытаются подключиться к этим источникам я занимаюсь вы знаете уже много лет моему каналу только пять лет вот исполнилось в апреле я рад что у меня там около больше 19 тысяч подписчиков среди них есть у меня очень хорошие друзья появились благодаря вот моей этой деятельности для меня это основное иметь порядочных хороших друзей которые тебе помогают на которых можно опереться ну я думаю которое я что-то да хорошее со временем по крайней мере источники которые я нашел и о четырех технологиях которые реально можно уже притворять жизнь и тиражировать при том разрешенные источники энергии я не говорю о запрещенных я хочу вам сегодня поведать и предложить заинтересованным людям со стратегическим мышлением их тиражировать выпускать больших количествах для людей по нормальной цене будет большая востребованность быстрая окупаемость вложенных инвестиций а главное вы будете делать добро конечно эти люди производители должны обладать финансовыми ресурсами я уверен что такие есть найдутся они на меня уже выходят помогают и вот этот ролик я посвящаю всем кто желает быть рядом с нами в этом деле делать добро чтоб люди пользовались там поселения родовые эко поселения все могут быть оснащены вот этими источниками и перейти на самостоятельную энергию вот чем я занимаюсь много лет и прошу и вас оказывать какую-то помощь участвовать в этом вопросе а какой участия но хотя бы оказывать посильную помощь моему каналу для всеобщего блага хотя бы поддерживать там лайки ставить подписываться позже это не корыстные цели и не для для себя одного я стараюсь много ли мне надо а для всех поэтому давайте вместе сообща и осталось немножко я думаю в этом году мы уже эту технологию двинем и кое-что увидим вот это вкратце болтать много не буду чтобы не болтать много я быстро прочитаю хотя я уже говорил как отношусь людям которые читают по бумажке но целях экономии времени что-то не отпустить я быстро читаю первую часть своего ролика обращение заинтересованным людям к производителям источников чистой энергии послушайте пожалуйста это не долго займет время но это очень важный момент и для изобретателей и для вас потребителей и для инвесторов потому что они возвращают быстро средства вкладываем новые технологии безопасные технологии можно вложиться туда где назад ничего не вернешь мы же предлагаем реальные изделия вложиться и получать большую прибыль у кого есть деньги да ради бога зачем в акции вкладывать когда вы их можете потерять на этом рынке а здесь безопасное дело но говорить можно много послушайте пожалуйста первая часть значит обращение к производителям а вторая часть если я успею я сделаю одну часть чтоб не растягивать эти ролики они успею волшебные свойства активированного алюминия я сделаю как бы во второй части все зависит от времени считается но не обращайте внимание стол шатки в таких условиях нахожусь в гостинице ничего нету на подручный средств к работе и на подножном корму так что уж простите и так за многие годы моих поисков источников чистой энергии что такое чистое я считаю это поджигание природных ресурсов а то что бета-г это слово не для меня всегда используется топливо без топлива мы не существуем даже эфирные технологии топливом считается эфир другое дело или он не исчерпаем в любом источнике есть топлива и все расходуется поэтому без топливных генераторов я как бы не представляю бета-г но для меня нет мне удалось найти ряд технологий которые подтверждаются рабочими образцами изделий и познакомиться с их разработчиками которые стали моими единомышленниками и даже друзьями и буквально несколько человек немного вот этих изобретателей исследователей которые чего-то добились а то что в интернете вы смотрите включаете там лампочки горят что-то крутится вертится шумит искра идет ну извините это не совсем то что реально работает вы пойдете по этому пути и стратите много денег и потеряете время хотя искать надо не бросайте это занятие анализируйте делайте вот можете посмотреть что мне удалось найти вот эту информацию о реальных источниках энергии это на моем канале под каждым моим роликом нажмите слово еще под моими почтами кстати пишите на одну из моих почт если что-то интересует и увидите в первом разделе мой проект и проекты моих друзей там как раз вот 10 технологий все открыты но я вам предлагаю сегодня только четыре потому что эти четыре технологии подкреплены рабочими образцами которые протестированы проверены и на некоторые уже созданы даже технические условия технико-экономическое обоснование вот они очень будут востребованы для массового производства первое изделие это я остановлюсь на своем проекте хотя изобретение не моё я вообще сторонник того что человек ничего не изобретает а просто повторяет усовершенствовать с учетом новых технологий и новых материалов а все в природе уже там давно дано и все открыто до нас и но невозможно человеку венцу творений в кавычках добиться того что уже давно работает то есть мы прикасаемся к зданием старый и даем сюда в жизнь на основе новых технологий новых материалов что я вам и веду я ничего не изобрел но первый проект я ему посвятил много лет и поэтому я вот на нем тоже остановлюсь он имеет свою перспективу причем с новым веществом о котором я вам расскажу во второй части первое это изделие по получению электроэнергии на основе взаимодействия алюминия или магния или магния я долгое время работал на магния но когда получил активированный алюминий мое представление о магнии немножко пошатнулось и графита то есть они имеют разный электродный потенциал например алюминий имеет электродный потенциал минус 1 и 6 десятых вольта магний минус 2 и 4 десятых вольта смотрите какая разница 0 8 вольт а графит углерод как его зовут карбон вот карбоновая ткань имеет потенциал плюс 0 4 вольта выше плюс 0 4 вольта это группа серебра золото платиной то есть чем выше плюсовой потенциал и чем ниже минусовой потенциал тем больше разницы и больше напряжения а ток зависит от площади контакта пластин большая площадь контакта я вот вам покажу сейчас 10 ампер легко можно снять а то и 20 вот с этого кусочка маленькая площадь вот такие вам покажу на алюминии просто у меня алюминия нет много там меньше ток а напряжение даже не смотрите вы соединяете последовательно вот эти ячейки если получаете столько сколько хотите хоть тысячи будет это уже проверено и доказано не мной вот то есть разница в этих электродных потенциалах теоретически я проверил с точностью почти практически до десятой доли вольта дает напряжение на источники соря из какого материала он состоит теперь что могу еще сказать где такие изделия можно применять вот который я сейчас предлагаю это освещение объекта зарядка аккумуляторных батарей смартфонов там телефонов бытовой техники я вам это продемонстрирую вот таких вот аккумуляторов от этой вот группы ячеек я вам запущу сейчас зарядку вот этого телефона а чтобы его зарядить на просто воду бросить это большая ямаль маленькие можно делать походный вариант а в походе чего у вас аккумулятор кончился где вы его зарядить и вы в тайге находитесь бросили воду зарядили а ячейки то тоже кончаются там активны там топливом огне или алюминий чего вы будете делать это просто возьмите вот эти маленькие кусочки алюминия или же магния вот такие даже меньше сменные или эти почистите и опять воду бросаете зарядили аккумулятор группа зарядила ваши смартфоны свои там оргтехнику я вот вам напрямую от этих ячеек запущу зарядку телефон отлично работает то есть это первое направление второе вернее зарядка где нет линии электропередачи и газовых магистралей на третье на электротранспорте скутера автомобили водный транспорт летательные аппараты там квадрокоптеры дроны производстве например колясок для инвалидов я мечтаю но инвалидов вы знаете сколько есть это облегчить их не учесть чтобы они не таскали эти аккумуляторы на зарядку быстро ездили вот на таких источниках при том проезжали но вот это вот ячейка мне дали люди ученые сейчас о них во второй части буду рассказывать там 20 ячеек электромобиль проезжает тысячу километров 20 киловатт мощности 40 киловатт но там с блоком мощности он работает это очень важный момент не одни эти ячейки я вам рассказывал в том теперь какие преимущества перед современными накопителями энергии перед любимыми любыми батарейками и любыми любыми аккумуляторами там литий-ионовые какие хотите недостатки тоже есть но я от недостатков пока не говорю потому что зачем себя ходить а а преимущество недостатки вы и так поймете малый вес и незначительные размеры срок хранения не ограничен где нет большой влажности то есть влага она уже начинает работать но до большая влажность можно там специально вещество положить пакетики пожалуйста храните сколько хотите шум влажность не образовываться не боятся коротких замыканий вот я работаю замкнул она не искрит ничего разомкнула опять энергия пошла моментальная готовность работе при их смачивание водой то есть только прикоснулся по влагу в какую-то и все у вас момент зачитанные секунды она активизировалась и пошла энергия за счет окислительно-восстановительного процесса материалов с разным электродным потенциалом где могут они применяться вот практически где я сказала кем например используется личным составом российской армии и спецподразделения там росгвардии и прочее то есть это огромная ниша производителя если он залезет на эти склады где нз там может сотнями тысяч делать эти тревожные как говорят их пакеты изделия набор когда в случае какой-то тревоги там не штатных ситуаций выдается эти пакеты там и обед и всякие средства гигиены и при вот эти фонарики и зарядки для смартфона вот одно и то же то есть подумайте производители это очень как бы выгодное направление теперь на подобные изделия имеется отчет о тематическом поиске уральской торговой промышленной палаты с рекомендация подачи заявки на получение патента вот на 16 страниц это серьезная фирма мне сделала уральская торгово промышленная палата проверили по всему миру подобных технологий не нашли и рекомендовали подать заявку на то есть сначала идет поиск а стоит ли подавать подашь у тебя не примут скажет брат там уже все давно есть ты чё тут пришел они провели поиск вот на этот год на на 17 ничего не нашли в мире хотя в корее там уже автомобили ездят на этих источниках вот что еще могу сказать то есть все документы материалы там связи с ученым миром с химиками есть у меня вариант улучшить это все время работы все я передаю людям которые будут выпускать дело стоящее подумайте при том это стоит очень недорого второе изделие которое мне удалось найти среди моих знакомых поколесила много по россии никто ничего нет или шарлатаны или желаемое за действительное выдает а реальности то ничего нет это универсальный инверторный стабилизатор напряжение полностью готовы к массовому производству с пакетом техническо экономического обоснования чего сколько вкладывать когда даче там от этого отдачи идет прекрасная потому что он экономит энергию сейчас вам расскажу как незначительная его цена входная цена где-то он в пределах 150 долларов за 10 киловатт при том там нет ни трансформаторов не нагрева ничего нет там дросселя и практически корпус пустой материнская плата то ну кое-какие детали есть высокая востребованность на рынке и маленькая цена помогут быстро вернуть инвестиции в этот проект основное отличие от существующих аналогов некоторые не понимают а стабилизатор на на кой мне нужно там их полно продают да у меня напряжение стабильное или у меня его нету на коме стабилизатор а тут в одном корпусе что сосредоточено друзья мои первое он предназначен для регулировки выходного напряжения до стабильного 220 380 вольт то есть однофазные трехфазная сеть 50 герц этот и другой вариант возможен при нестабильном входном напряжении в сети переменного тока от 20 до 270 вольт то есть упала вода 20 а он качает вам 220 50 герц или же ну если позволяет его мощность этого изделия и постоянный ток постоянный ток от 70 до 400 вольт а что такое постоянный ток это все в одном корпусе в одном изделии в разнобой там есть инвертор то-то в одном изделии в небольшом это что такое это ветрогенерации солнечной панели подключайте аккумуляторные батареи и применение и и там нету нету инверторов и конверторов там все в этом корпусе то есть дополнительно к солнечным панелям вам не надо покупать не аккумуляторы не инверторы не конверторы а качайте напрямую к себе все и 50 220 вольт 50 герц или 380 вот затем что еще при резких колебаниях напряжения в сети что часто у нас бывает нет никаких изменений выходном напряжении там отставание доли секунды и поэтому лампочка даже не моргнет вот это изделие недавно рекламировали в азербайджане мой товарищ посмотрите на канале тирхи андрея буквально вот недавно вышел ролик синенькая коробочка увидите там все стабилизаторы как бешеный крутит латером все мигает вот так вот лампочка это стоит как копаны и никакого мигания на лампочке от этого стабилизатора на выходной нагрузки нету это тоже большой плюс позволяет экономить потребление до 40 процентов электроэнергии по ее реактивной составляющей то есть вы знаете есть активная реактивная составляющая реактивная то где индукции катушки этом моторы двигатели компрессоры в основном на производстве везде моторы так вот там до 40 процентов то есть можно делать модули до 300 киловатт примерно набираете модули на например там три модуля 45 модули набрали это полтора мегаватта подключили к нагрузке предприятия и 40 процентов от полтора мегаватта посчитайте сколько это 600 киловатт у вас будет экономии экономии и переведите это в деньги каждый час для предприятия это незаменимое устройство а 300 киловатт позволяют эти делать шкафы по экономии интегрирован с электро сетями а если вы подключите к нему еще где солнце и ветер да там не 40 процентов экономии может быть а до 70 интегрировался интегрирован с электро сетями для возврата в них электроэнергии от источников постоянного тока то есть подключили солнечные панели ветрогенерацию что приветствует этом на западе там даже и кредиты дают без проценты чтобы люди устанавливали батареи на крыше а потом забрасывали электроэнергию все им в конце месяца на карточку приходят деньги у нас тоже принципе утвердили но там рублю за киловатт продают по 6 так и кпд стабилизатора где-то 97 процентов вот это готовое изделие можно продемонстрировать со всеми документами технически ну в общем шикарно посмотрите на моем канале все там есть вот в этом описании мой проект и проекта моих друзей третье изделие третье изделие это для для производства переносное устройство это изделие чтобы уже можно производить только там технической документации нет пока она собрана но в хорошем уровне скоро поеду покажу вам этот чемоданчик заключительного нет варианте по методу бедений никто не может добиться пуша там не знает как резонанс поймать и говоря до бедения не работает никто аккумуляторы не заряжал холодным радиантом а вот моему знакомому юрист отварстана это удалось я лично проверял полтора часа нагрузочной вилкой держит как новый заряжён это устройство переносный чемоданчик для быстрой зарядки аккумулятор на батарее радиантным так называемым холодным электричеством но как угодно его назовите маленький чемоданчик никаких проводов нет земли нет ничего там крутится аккумулятор не разряжается который вращает этот ротор с магнитами сбоку катушки но вы видели посмотрите катушек добавили будете заряжать не 60 ампер а стоим и выходим на 220 ампер часов аккумулятор пока имеется устройство для 60 амперного часа за полтора часа он заряжается гелево гелево это больше накапливает накопительный как солнечных панелях там оборудуются эти панели гелево когда он проверял и сравнил солнечными панелями это там день и ночь солнечные панель у вас будут заряжать это неизвестно сколько там 50 100 ватт а тут полтора часа и 60 ампер уже заряжен вот возможно вот я говорю подключать и 100 ампер к этому чемоданчику только не полтора часа будет заряжаться но может два вот в перспективе мы когда сделаем на 200 тогда можно заряжать будет четыре аккумулятора на 48 вольт и 10 киловатт и питать дома не надо инверторов конверторов сейчас инверторами все эти писточки потребления телевизоры холодильника электро инструмент 48 будет на западе он применяется в умных домах 110 там 220 уже не надо теоретически стиральные машины все работает 48 вольт вот пожалуйста упала там до 50 процентов зарядка аккумуляторов или до 40 ну сколько его можно разряжать у вас следующая партия уже зарядилась переброска автоматически идет опять этот бедене чемоданчик вам это все заряжает и пошло-поехал четвертое изделие для эффективной экономичной работы отопление в помещении всем нужно отопление товарищи друзья даже есть вариант у нас какие нету линия электропередачи у вас будет тепло вот послушайте что удалось буквально на дня получить какую информацию это изделие назовем его под названием бифиляр позволяет то есть это двойная намотка катушки как бы одним проводом мало кто знает как он работает бифиляр с точки зрения науки как там поля вектора складываются как он получает избыточную энергию с окружающей среды это своего рода насос ну мало это все скрыто а кто знает тот не всегда говорит а кто знает тот молчит потому что ему невеленно говорит это бифиляр великая вещь вместе с индукционной катушка они работают в паре вот ваша плитка индукционная вот этот индукционка только там сделают бифиляр под специальной технологией и специально там микросхема продуманная вот этим изобретателем моим другом юры с татарстана я тоже говорил об этом бифиляре но сейчас совершенно новые результаты он получил он подключил бензогенератор один умник говорит да ты чего все а если сети нет вот нам теплица надо отапливать бензогенератора будет работать да не будет мы уже проверяли юра подключил и что вы думаете кпд этого устройства на масле получила 700 процентов то есть потрачено было у него 220 ватт масло а выделилась перерасчете по специальной формуле тепловую энергию переводить в электрическую 1400 ватт 90 градусов за 10 минут на улице от бензогенератора а мы планируем еще от аккумулятора который будет заряжаться от бедений представляете зарядили пользуйтесь этим аккумулятором следующий заряжается но там нужен инвертор дорогой пока у нас нет средств чтобы его проверить но возьмем в аренду с чистым синусом инвертора такие есть то есть 3 т на мощностью 6 киловатт повторяю нагрели масло за 10 минут до 90 градусов на улице от бензогенератора вот прикиньте посчитайте это реальные цифры у меня ролики я сам поеду перепроверю пуша я все перепроверяю но это предварительные данные мне люди проверили там москве еще в городах вывели 700 кпд на масле на воде меньше вода нагревается дольше по теплоотдаче мы что планируем буквально ближайшее время тестирование провести чемоданчик обедения и бифиляра в хороших лабораторных условиях с хорошими измерительными приборами и специалистами в этом деле и проверим влияние их не поля на биологический объекты у нас есть такой прибор уникальный и г-1 который мерит не электромагнитные поля а поля которые ну вот от тесла например если долго вы будете пользоваться и у вас будет от вас до этой установки меньше там не помню 20 или 25 метров излучение это очень вредный люди умирают заболевают ой лампочки горят ой смотрите мы теслу повторили повторяли даже есть один ученый царство ему небесное с украиной забыл прекрасный человек не так давно умер излучение идут только наша задача пифиляр он не дает лучи а он втягивает как насос лучи оттуда он не может излучать бифиляр а вот электромагнитное объединение мы там все проверим ну в крайнем случае сделаем защитную колпак элементарно главное оградить нас мы получим электричество оденут нас деревянных бушлат кому это да то есть для меня главное друзья мои то есть при взаимодействии с партнерами оградить разработчиков партнеры я имею ввиду производители финансисты там такие акулы есть оградить разработчиков изделия от нечестных людей а также тот кто инвестирует средства в наши проекты не имел никаких финансовых рисков вкладывая средства в новой технологии а это возможно только тогда когда они подтверждены рабочими образцами изделий о чем я вам сейчас говорю и что подтверждено видеоматериалами смотрите на моем канале хотя бы вот в этой информации мой проект и проекта моих друзей нажмите бог слова еще под моей почве откроется там еще дополнительная информация и вот первом направлении смотрите там ролики все есть их уникальные свойства зафиксировали специалистами в этих областях то есть не только показать рассказать а чтобы было документации еще подтвердили специалисты и час это будем и делать можно также пригласим спеца с телевидения который нам роли хорошие с ними на профессиональном уровне хочу заметить и ответить на слова моих подписчиков что надо раскрывать все и не скрывать от людей технологии вроде того схему в студию кричит человек с кружкой пива у себя дома на диванчике схему в студию дом паяльник не держал в руках и схему в студию просит считаю что это провокация так как только единицы могут воспроизвести эти изделия и не обойдутся очень дорого людям а возможность перепродажи незащищенных технологий очень вероятно вот схему в студию взял эту стулью схему и в китае в корее двинул вот эти вот то ли же с кружечкой пива по всей россии рискают это мое мнение и подтвержденное целые группы перекупщиков рискают по интернету в поисках наивных изобретателей по указанию своих хозяев на западе у них дай технологии с россии вот тебе бабки дай а лучше кинуть изобретателя бабки у тебя зачем с ним делиться вот что творится сейчас в нашем мире же обмана и нечестных людей поправка не все такие никому не верьте только мне можете говорил мюллер ведь никто у себя дома не копирует устройство смартфона зачем вам делать копировать тратить время и деньги и средства смартфон же вы не делаете дома не копируете схему ну чё толку дать вам схему или этого чемоданчик обедение да вы его не запустите не настроить потому что там надо резонанс ловить это очень тонкая настройка и невозможно не рентабельно этот смартфон делать а вот выпускать да поэтому я считаю что разрешенные изделия необходимо производить массово по доступной цене а для этого нужны производители со стратегическим мышлением и с финансовой поддержкой которым я обращаюсь через вас мои подписчики то есть я не сам хочу тоже искать то ну что могу то я и делаю возраст это уже много вы тоже подключайтесь кто смотрит мой канал прошу эту информацию разместить на соцсетях ваших соцсетях доступных вам кита знакомые друзья какие-то другие каналы давайте вместе и ваша помощь это крайне необходимо прошу оказать посильную помощь моему каналу для общего блага это тоже ваш вклад в общее дело поддержать меня уже я же езжу трачусь и все прочее а я каждый день этим занимаюсь вы бы знали что голова вся пухнет от этих вот звонков переговоров поисков поезда а ведь я тут живу мне тоже не бесплатно никто не дал сейчас цену повышают с мая уже посуточно будет сдавать где я живу надо туда в лес валивать наверно поеду там в лесу жить может где-то дадут мне место главное чтоб интернет был но не могу я такие деньги платить с пенсии вот вся надежда на вас я благодарю те кто помогает мне очень хорошие люди я им очень благодарен а может вы такими станете и вторая часть сейчас я посмотрю 30 минут прошло наверное хватит давайте я сейчас вторую часть сразу за баба это это вторая часть у нас зовется волшебные свойства активированного алюминия в начале этой части хочу выразить свою благодарность разработчикам направления алюма энергетика это ученым с которым и мне посчастливилось познакомиться в москве это доктора наук жук андрей зинович автор книги вот этой электромобильно алюминиевым топливе это наглядное пособие учебное пособие заказывайте ее денег не надо я бы вышлю по электронке вот он мне подарил 4 апреля вот автографе великого человека сан зинович жук и и мой тоже товарищ которыми я в основном вел переговоры это школьников и евгений иосифович окисление алюминия для эффективного производства электроэнергии не создали установку с одной ампулы ампулы порошка алюминия активированного который сейчас покажу заряжается аккумулятор 220 ампер часов 48 вольт ну там она здорово может сделать ее рабочий образец но нужны деньги немалые я к вам даже пока не обращаюсь откуда вы найдете такие низкие им поклоны благодарность меня они снабдили вот такими изделиями от автомобиля вот с пробегом 1000 километров 20 такие кичейки 1000 километров он прет на алюминий но я не вытаскиваю у меня уже собрано я вам кое-что покажу что мне не удалось в той части показать вот и что еще что еще они мне дали и активированный алюминий который позволяет отказаться вот от вредных и очень едкой щелочи раньше энергию получали щелочь растворяли пленку а сейчас пленки нету наружной специальный сплав спала в принципе не секретный господа найдем я знаю что там а со мной там еще обувались и остальное все от соленой воды что я вам сейчас продемонстрирую и увидите какой ток на днях и ездил к морю благо она тут недалеко проверил одну ячейку ну вот такую которая вам показывает элементарно заворачиваете в ткань а когда проточная вода ткани не нужен только щель должно быть зазор вами или в ткани вставляется суда вовнутрь вот тут кстати сажа ацетиленовая и активированный уголь вот это сетка никелевая для токосъема и этот фторопластовый слой суспензия фторопласта чтоб не пропускала вода тут только воздух проходит а вода не проходит а там внутри вода между алюминием магния и вот этим чтобы вот их два стоят спереди и сзади в корпусе здесь вот это стоит моментально меняется если он износит и вот в эти отверстия протекает вода подается снизу вся конструкция вот я проверил вот такую ячейку на море черным и что вы думаете она мне показала там концентрация слабой соли она мне показала 2000 миллиампер притоки коротком замыкании но это не показатель работы ячейки но хотя бы проверить что она дает если дает миллиампер и о чем там говорить и 1 и 3 десятых вольта согласно таблице электродных потенциалов даже на простой воде я с моря пришел все почистил соль убрал мембрану вспоминял и что вы думаете на простой воде 500 миллиампер я вообще чуть не упал с табуретки хочу заказать у этих ученых небольшой лист этого активного алюминия показать изделие на 12 вольт вот поскольку алюминий мало дает а у меня на на 6 ячеек только я взял алюминий но я не наглый чудали то и взял там 7 вольт а я хочу на 12 запустить помните двигатель запускал там фонарь от электромобиля на 12 вольт и сравнить эти показатели сейчас я покажу вот что еще а также проверить пластину вот активный слой 10 на 20 вот и даже черту пробил а это сверху уже это не работает и вот не место магния попробую алюминий качнуть может это будет фантастика я просто по ошибке это все сделал и покажу как зарядка работы смартфона считаю что это направление перспективной и приглашаю заинтересованных лиц к сотрудничеству кстати мне еще вот человек то магнием занимается мне выслал ну кому надо могу сказать москве у меня фольгу кальция выслал мой сыпется но не фольга а там специальный материал чтоб влага не было и что вы думаете вот две пластинки килограмм этой фольги кальция стоит 5000 долларов китае она воспламеняется от воды тоже в источниках энергии применяется кто имеет отношение к ней кальция на фольге подскажите какие пользуются боюсь разворачивать там воздух нельзя что попадал вот две пластины он дал но приличные вот где-то 6 на 15 наверное просьба кто знает кстати магний кто ищет вот эти электроды из бойлера не пользуйтесь они эффекта не дают осталось мало друзья смотрите что я хотел вам показать так я перестрою камеру поближе вы наверное видите вот все внимание все внимание на амперметр и на мои руки ручки шаловливый амперметр прошлый раз я проверял засовывал а я сделал ошибку в какую я опустил вот сюда и получил 2 ампера а когда после съемки вынул мебрана то вся сухая она герметично отсюда вода не попадает через сетку я вам говорю отсюда только кислород идет и она не промочилась и показала 2 ампера что я сделал я смотрите внимательно за водой как она льется и за амперметром а за амперметром я думаю что такое опять парку друзья смотрите вот я промочила когда была не промочена там вообще был 0 сейчас что-то покажет он видите час 4 ампера заметьте прокладки нету вот вынул нету нет мембраны нету и проливаю воду то есть когда жидкость идет смотрите за показанием амперметра видели вода закончилась сразу упала 10 ампер с одной стороны ну мне неудобно с двух сторон ли это надо специальную систему делать это жалоба ли может и 20 ампер поймаю это вот остаточное когда нет когда протекает жидкость смотрите с любой стороны хотели давайте с этой полью смотрите то есть там расстояние надо выдерживать строго 2 миллиметра и поток воды тогда не будет образовываться накипи она дольше будет работать окислов и огромный ток еще раз короче говоря вы поняли поливаем есть не поливаем нету а когда есть мембрана вот здесь то тогда она работает пока там влага вот в этом прошлый раз меня не получилось друзья мои извините и последнее вас куда времени хватит вот у меня соленая вода вот алюминий 7 пластин алюминия что делаем проверяем сначала напряжение жалко что времени хватит а может и хватит 10 минут и вот смотрите все пластин такого алюминия кстати если будете вот так вот делать провод делайте наклепку как я так сейчас я вам стол налажу может что он не видно вот так вот смотрите 0 15 вольт а ну где-то остаток там чуть-чуть соленая вода обыкновенная но морская соль опускаю эту приблуду смотрите на вольтметр 3 вольта а вода соленая замкнула и поэтому вынимаю вот смотрите 3 9 вольта вынимаю и сейчас напряжение у меня когда вода сойдет 666 ну и 5 вольта дальше проверяю каждую пластину это очень важно потому что когда они вместе при парале последовало соединение они суммируются а ток наоборот уменьшается ну вот одну проверяю смотрите согласно таблицу электродных потенциалов 122 я вам показывал эти докладывал вам цифры вычитаете плюс и минус 120 все совпадали и проверяю 1 1 1 это очень важно у меня вольтметр амперметр то у меня там этой шкалы может не хватить может и хватит смотрите 1 22 а ток ток смотрите 1600 миллиампер 1 и 6 десятых ампера а общий ток общий ток будет меньше должен быть 6 раз нет так обожите ну короче говоря сейчас я уникальная система все таки я хочу это это очень важный момент не хватило смотрите минус смотрите того не хватило но не намного одно деление 400 миллиампер но тут где-то ну полтора два деления это 2 800 где-то около но 2 800 дает на алюминий у меня на магний такого не было там напряжение выше там это бы мне дало греется немножко это бы мне дало на магний я вам скажу то вообще бы был маленький очень но 400 может миллиампер 300 а напряжение было 6 на 2 12 вольт бы вот это того мне ну важен ток и смотрите что я хочу хотя бы показать вам чё там светит ко всему не подключает вот подключает к половине к половине ну вот двум двум подключил это двум и так половине до без двух а выше я уже боюсь потому что друзья мои я столько спалил этой штукови но вот еще у меня один есть параллельно подключу самый мой такой любимый я им пользовался вот видите давайте проверим напряжение было 6 и 5 где-то под нагрузкой и ток но я не ко всей подключил друзья вы уже не обижайтесь может замеры не очень корректные будут вот смотрите 516 516 но это подключенный ко всем их половине только к трем четыре с половиной вольта надо 515 и ток ток я сейчас проверю друзья мои потребление потому что мои слушатели очень любознательны и очень понимающий на дурачка тут не пройдет под нагрузкой ток козы что я мерил это правовство дилетантство но я понимаю что я делаю но для других целей ток козы вот смотрите друзья мои один и пять пятьсот пятьдесят миллиампер ну пол ампера и напряжение напряжение еще раз проверим пол ампера напряжение на подключенном источнике 3 вольта а вся батарея показывает пять тридцать шесть ничего не изменилось как было пять чем-то там у меня так и есть оно даже немножко растет но смотрите пять тридцать пять а на на нагрузки на нагрузки 3 3 и пол ампера это получается ну чуть больше полтора ватта 600 миллиампер и 3 это 1 и 8 ватта дает вот эта нагрузка потребляет вот эта батарея и последняя по идее мне надо было начать зарядки потому что уже сейчас он хочу падет вот смотрите друзья заряжать надо аккумулятор но у меня сейчас заряжены смотрите чай делаю конечно тут уже на сопля по-русски на авось так но у меня такой я смартфоном не пользуюсь мне нельзя эти не видят зарядка написала подключена так не знаю видите нет я вижу вон зелененькая полосочка в правом верхнем углу видите сети